МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот сюжет мы начнём с темы, о которой не упомянуть просто невозможно. И речь, конечно, идёт о падении российского самолёта Ил-76 в районе Белгорода. Первые кадры с места крушения Ил-76. Обломки самолёта и тела погибших разбросаны на многие сотни метров. В фюзеляже видно отверстие от поражающих элементов украинской зенитной ракеты. На месте крушения следователи и комиссия ВКС. Первоначально совершенно все в Украине восприняли новость как однозначную победу. Дело в том, что Ил-76 – грузовой самолёт, рассчитанный в том числе и на транспортировку целых военных подразделений вместе с техникой. Вспомните первые дни Большой войны. Тогда, по замыслу россиян, именно несколько десятков Илов должны были приземлиться в аэропорту Гастомеля. Несколько десятков военно-транспортных самолётов Ил-76 ВКС России и загрузка десанта на Киев за пару дней до начала специальной военной операции. Это был бы исторический десант. Другими словами, если сравнивать с машинами, то Ил-76 – это БелАЗ. А потому представьте, в каком шоке были в том числе и мы, когда из каждого российского утюга принялись визжать, что именно в таком самолёте везли в Белгород 65 украинских пленных. Киевским режимом совершён террористический акт, в результате которого был сбит самолёт военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту Чкаловский – Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена. Наблюдался пуск двух украинских ракет. На борту самолёта находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождающих их российских военнослужащих. 65 пленных – это полтора икаруса. Или один современный автобус. Один автобус, машина или две конвоя, и ты спокойно довозишь людей на обмен. Везти такое количество человек в десантном самолёте – это то же самое, что в вышеупомянутый БелАЗ положить мешок с картошкой. То есть логики в этом нет никакой. А если логики нет, значит, есть умысел. И он становится отчётливо понятен, когда ты начинаешь слушать, что же по этой теме говорят путинские пропагандисты. Вот украинцы, смотрите, это палач, который убил ваших мужчин, которых он сначала забрал из вашей мирной жизни, забрал их на войну, а потом он же их убил. Очевидно, задач ставилось несколько. Во-первых, раскачать Украину изнутри и в идеале спровоцировать протесты. Они же сейчас все кукаречные, к украинцам не просто так обращаются. Подонок и негодяй, который ненавидит и украинцев, ненавидит и русских, устраивает гонения на вашу церковь, украинцы. Посмотрите, что он делает с вами. Он истребляет вас. А во-вторых, надавить на союзников, чтобы те не поставляли ПВО дальнего радиуса действия. Послушайте, вот что трындят запоребриковые черти. Предложение всё-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы. Давайте подготовим обращение к Конгрессу Соединённых Штатов Америки и Бундестагу Германии, для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. По удивительному стечению обстоятельств, подобные разгоны совпали с массовой демилитаризацией российской авиации несколькими неделями ранее, получившей в народе название «петухорез». Тогда, напомним, в ВАД отправились сначала экипажи целой пачки Су-34. В Херсонской области сбиты три бомбардировщика Су-34 в СРФ. Это самая большая потеря за последнее время. А чуть позже и уникальный А-50. Ну и теперь к новостям над Азовским морем. Сбит российский самолёт А-50 и подбит самолёт Ил-22. А-50 — это особенно ценный самолёт. Это самолёт дальнего радиолокационного обнаружения. То есть фактически это разведывательный самолёт. Обычно он координирует пилотов российских истребителей во время ракетных ударов по Украине. Воздушный пункт управления Ил-22 чудом дотянул до взлётной полосы, но тоже не без потерь экипажа. Естественно, всё это страшно огорчало Кремль. Здесь-то, возможно, и было решено либо блефовать и спекулировать пленными, либо, что куда хуже, реально подставить их под удар. И ещё раз, у России для такого есть реальный мотив. Когда нацистский режим, скормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками, они должны осознать свою ответственность. А депутаты парламентов должны объявить им импичмент. Теперь пока об обмене, видимо, речи идти не будут. А вот Украине нет совершенно никакого резона целенаправленно стрелять по людям, которых мы с таким трудом возвращаем домой. Какой от этого выигрыш, помимо потенциальной истерики внутри страны? Ну же, есть идеи? Тем более, это всё мы уже проходили. Вспомните Еленовку. Что Россия говорила тогда? Да ровно то же самое. В смысле, украинцы убили своих же. В июле 22-го года киевский режим точно так же цинично убил своих пленных. В Еленовке СИЗО обстреляли из реактивных систем залпового огня. 50 человек погибли на месте, почти 200 оказались в больнице. А потом вернулись пленные, выжившие в Еленовке и полностью опровергли эту кремлёвскую чепуху. И в нынешней истории всё ровно так же очевидно. Идёт война, и любая военная цель в зоне боевых действий является законной. Завтра они скажут, не стреляйте по БДК, как это было в Феодосии. И мол, мы теперь пленных не самолётами, а кораблями возим. А послезавтра ртом россиян пленные могут оказаться внутри броневоенных колонн. Так что теперь, не стрелять по колоннам и по БДК? Да стрелять, конечно. А если уж запоребриковые черти реально решат прикрываться пленными, то это вопрос их совести. Украина ведь не держит сдавшихся в плен россиян на локациях, куда потенциально могут прилетать ракеты. Просто мы – люди. А в путинском рейхе мало что человеческого осталось. Хотя в их больных фантазиях именно Россия с сатанизмом воюет. Вот ты упомянул о сатанизме, Володь, и мы не раз уже говорили в этой студии везде о том, что война-то идёт по большому счёту ценностная у нас. Уж никак не территориальная. Территорий нам мало, что ли. Мы защищаем свои ценности и своё право быть собой. И ты слушаешь и понимаешь, что там уже даже не маня мирок, а реальное королевство кривых зеркал, где сидят откровенные подонки и на чёрное говорят белое, а безумное зомбированное стадо хлопает в ладоши и кивает. Они не жалели своих, как они считают своих, как они, точнее, провозглашают своих, и не жалеют. И это главное доказательство того, что они совершенно не свои. Всем ясно? Оказывается, Украине ни мирных жителей, ни своих военных не жалко. А Россия к ним как к детям родным относится? Лес вон оккупанты на Донбассе посадили. Мы, мы, я имею в виду Россия, вся большая Россия с новыми территориями, высадили там 400 гектаров леса. Взамен лесов, которые были уничтожены, ещё с лихвой, с запасом. Разница отношения, правда? И в такие моменты всегда удивляешься, как их молнией в эту минуту с небес не прошибёт. Города в пыль стёрты. От Марьинки даже Соловьёв был в шоке. После Бахмута посмотрел Марьинку и думаю, да нет, ну, в Бахмуте ещё всё-таки какие-то здания были. В Марьинке нет ничего, разрушено всё. Уничтожена промышленность, городообразующие предприятия в руинах и не подлежат восстановлению. Кабы каждый день летят на заводы и шахты, лишая местных жителей будущего. Зато Россия лес посадила. Да, Симония? Мы, мы, я имею в виду Россию, высадили там 400 гектаров леса. Так вот, Маргарита, справедливость будет, когда лес посадят прямо в тебя с Тиграном, но и в остальных причастах. А это рано или поздно обязательно случится. Прилетит по ушам и больно. Как бы вы там в Останкино о мировых войнах без России не мечтали. Значит, будет ли Третья мировая? Я считаю, что Третья мировая будет обязательно. И будет при нашей жизни, если завтра, не дай бог, кирпич на голову не упадёт. Ну, то есть в какой-то краткосрочной перспективе. Хорошая новость заключается в том, что мы в ней участвовать не будем. Будем наблюдать её со стороны. Более того, они же не только мечтают о новых войнах, но и всячески подстрекают. Посмотрите, вот какие прекрасные люди в Москву только что приезжали. Йеменская делегация хуситов встретилась в Москве с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Они обсудили ситуацию в регионе, а также важность активизации усилий по оказанию давления на США и Израиль с целью прекращения войны в Газе. Хуситы, Карл, ну это те невинные мальчики в трусиках, которые насильно власть захватили в ряде регионов своей страны, а потом занялись пиратством и обстрелом проплывающих судов. Ну что там, Лавров, Захарова, будете встречать дорогих гостей? Я так не рекомендую никому разговаривать. Стоит ли напоминать, что до хуситов в Москве были талибы, а потом Хамас? То есть новый мировой порядок, о котором мечтал Путин? Идёт выработка основ более справедливого и безопасного миропорядка. И наступает всё-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории. Обернулся разве что жаба-гадюкингом с людоедами да мировыми изгоями. И зря в Кремле думают, мол, это никто в мире не замечает. Да замечают, конечно. И Россия теряет даже тех немногих союзников, что были. Ещё недавно, например, и Кремль, и пропагандисты всеми силами облизывали Аргентину. Шутка ли, Аргентина должна стать членом БРИКС? Пока в Белом доме думали, что бы ещё в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Написала официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Но жители одной из крупнейших стран Южной Америки, видимо, решили, что обмазываться о путинский неорейх себе дороже. В итоге новый президент полностью сменил внешнеполитический вектор. И вы просто почитайте, что теперь об Аргентине пишут в Москве. Хавьер Милей – фигура иного порядка. Случайный президент давно несостоятельной страны. Президент-экспериментатор, который ставит свои опыты на людях. Секс-тренер, танцор и просто шоумен. Бесславно проигранные войны и десятки лет кризиса. А теперь ещё и президент-клоун. Вот и вся Аргентина. Несостоявшееся государство, президент-клоун и вообще Аргентина фашистов покрывала. Украинский президент на инаугурации нового лидера Аргентины милее в окружении первых лиц Южной Америки. Наверное, проводит разведку местности перед побегом из Украины. Тем более, что Аргентина для Зеленского страна самая подходящая. Ведь нацистские бонзы бежали от мирового правосудия из Берлина именно в Аргентину. Божечки, какие же они жалкие. Ладно, ничего свежего не получается в темниках придумать, но хоть в воздухе не так быстро переобувались бы, а, несостоявшееся государство, да? А зачем вы тогда Аргентину в БРИКС звали? Пять стран БРИКС – это 31,5%, большая семёрка – 30,7%. Но в любом случае гегемон уже не гегемон. И это в БРИКС ещё не вошёл Иран. Не присоединились Аргентина, Саудовская Аравия, Алжир, Египет, Бахрейн и Объединённые Арабские Эмираты. Ну а вы знаете, чем больше безумцев в Кремле плюются и изрыгают проклятия, тем лучше от этого нам. Украина получает новых союзников там, где этого особо и не ждали. Причём это же не только дальнего зарубежья касается. Сначала кремлёвские пропагандисты своей черноротостью заставили ненавидеть Россию, если не весь Казахстан, то около того. Казахстану, следовательно, надо приготовиться. Чем больше будете прыгать, тем реакция будет сильнее. Разберутся с Украиной. И никто теперь после Украины на своих границах, ну на российских границах, не будет терпеть враждебное государство. И вот образуется ещё один такой нарыв, который потом придётся спецоперировать. Все же видели, как на днях уже публика типа Тины Канделаки взялась казахов поучать. Уважаемые казахи, у вас есть простое, но ёмкое понятие «менгу». От него происходит известный образ Манкурта, человека, утратившего память, идентичность, а иногда и разум. Не помнить себя и всего, что происходило, отбрасывать историю во всех её проявлениях, и в том числе в исторических названиях, занятие не просто безграмотное, но и опасное. Но жалким, видимо, этого показалось мало, и вслед за Казахстаном зет-патриоты накинулись на жителей Киргизии. Уже и там, оказывается, русофобы завелись. Киргизов лишают своей истории. Тина Канделаки сравнила нынешнюю ситуацию в Киргизстане с началом декоммунизации в Украине. При этом русофобия, видимо, заключается в том, что люди просто на своей земле сами решают, что и как здесь должно называться. И в нормальном мире не должно быть никакой реакции на такие новости. Но, как видите, нет. Длинный московский нос суют уже и в бешке. Телеведущая недовольна, что четыре основных района столицы Киргизстана хотят переименовать на Киргизский лад. Тем самым, по её словам, происходит вытеснение русского языка на государственном уровне. А потом в Кремле удивляются, почему же Россию нигде не любят. Потому что даже союзники по ОДКБ всё больше помогают Украине. То есть причинно-следственной связи они как не видели, так и не видят. Но, опять-таки, это российские проблемы, от которых нам только лучше. Ведь мало что так сильно просаживает русский мир, как беспардонность, хамство и имперские амбиции его адептов. Ну что, друзья, предвыборное облизывание Путина, что называется, в самом разгаре. А потому на федеральных каналах как никогда много, так сказать, годного контента. Ну так, чтобы заварить зелёный чай, добавить к нему сладких приколов и от души похохотать над безумием запоребриковых пропагандистов. В этом году судьба всего мира снова в руках нашего солдата. Впрочем, так было всегда. Нас ждут блестящие времена, в которых мы победим буквально всех, причём победим относительно легко. Россия победила эту войну с коллективным Западом. НАТО практически побеждён. НАТО никогда не сможет восстановиться после этого. Здесь, друзья, надо отметить, что креатив останкинских карасиков никогда не был рассчитан на людей с каким-либо хоть минимальным количеством мозгов в голове. А перед выборами и без того днищный уровень российской пропаганды упал ещё сильнее. И здесь нет какого-то желания обидеть. Просто нам иногда кажется, что гомонитарка, собранная на маковых полях Афганистана, является титульным спонсором сразу нескольких российских каналов. Современная Россия станет главным державой не в Европе, а в мире. То есть включаешь федеральный канал и непонятно смеяться или сразу звонить в больницу имени Кащенко. Согласно прогнозам нашего учёного на 2024-й, Зеленскому недолго осталось дяковать. Решение о нейтрализации Зеленского уже принято. И ладно бы, подобный контент был некой разовой акцией. Но нет, друзья, эти псевдодокументалки штампуют пачками каждую неделю. Бабули из отрядов Путина раз по десять за валидолом бегают, слушая сенсации альтернативно одарённых авторов. Зеленский в тупике. Его начинают списывать со счетов. Уставший украинский лидер выглядит слишком слабым, чтобы добиться победы. Всем ясно? Оказывается, некие мифические западные кураторы списали Зеленского. Того, гляди, этого агента МИ-6 из КВНа заменят. Факт остаётся фактом. Зеленский абсолютно точно является агентом МИ-6. Они его курируют, они его охраняют, и он выполняет все директивы, которые ему поручают. Эксперты предполагают, что в 2024 году Зеленского сместят, а его место займёт женщина. Не исключено, что ей будет Юлия Тимошенко. А главное здесь вовремя об этом сообщить главкому Залужному, чтобы он зазря военный переворот не готовил. Причём, чтобы вы понимали, ждать переворота долго не придётся. Первые месяцы 2024 года и железно начнётся, уверяют уропатриотическую публику российские каналы. В первые месяцы 2024 года в Киеве возможен военный переворот. По приказу главкома Залужного Зеленского могут сместить. Причём, простым отстранением от должности дело не обойдётся. С тем учётом, что январь уже закончился, обещанную революцию ждём в феврале. Но не будут же кристально честные запоребриковые эксперты врать. Тем более, что позже всем не до Украины будет. Ведь в мире, ух, какая свистопляска начнётся. Взять хотя бы Соединённые Штаты. Вот вы, друзья, вообще в курсе, что и Байден, и Трамп не факт, что до конца года доживут. В США овладели технологией, которая кардинально изменит все способы ведения боевых действий. И эта технология уничтожения, по мнению профессора, будет опробована на политиках. С помощью наночастиц у Трампа будет спровоцирован инсульт, а Байден будет отравлен. После этого заговорщики воспользуются национальной системой экстренного оповещения, чтобы объявить о военном положении и государственном перевороте. Отравление, инсульты, бойня кланов за Белый дом. Прям Санта-Барбара отдыхает. Это вам не Россия, где максимум сенсации это, если Удмурт банкетного по пьяни изнасилует. Фу! Это не... Дайте мне мыло! При этом всем нужно понимать, что свои совершенно безумные программы в Останкино клепают вовсе не от нечего делать. Просто подобным информационным мусором легко на пустом месте добрить глубинный народ. Пришел условный Ваня с завода, уставший настроение отстой, запарил доширак, а из телевизора ему со всех щелей победные сенсации наваливают. А вот и первая сенсация. Американский институт изучения войны, этот флагман американской военно-политической аналитики, в первом же материале нового 2024 года заявил об, цитирую, уверенном наступлении российской армии. И с каждой минутой по лицу рапатриота Вани все сильнее расползается улыбка. Будете знать, украинцы, как с Россиюшкой Великой связываться? А пока Украина переживает болезненное принуждение к реальной действительности. А реальная действительность такова. Россия никогда не потерпит на территории Украины антироссийский, антирусский, антиправославный, античеловеческий режим, набитый до отказа западным оружием. Видали, какие опасные? Принуждают они Украину к реальности. Вот только с какой стороны ни взгляне, для такого у России принуждалка не выросла. Сомневаетесь? Судите сами. Собирались они выйти на границы Донецкой области за два дня? До выхода на административные границы, причем как и Донецкой бывшей области, так и Луганской бывшей области, остались считанные дни. А нынче, спустя два года большой войны, радуются захваченным посадкам и барахтаются в селах все той же Донецкой области. Так что по принуждениям, ребята, самим не стыдно в таких реалиях кулачком трясти. Происходит сейчас принуждение украинского режима к реальной действительности. Но основная прелесть такого контента все же заключается в том, что побеждать в реальной жизни тяжело, а языком по телевизору как раз наоборот – расплюнуть. Люди вон не парятся и хвастаются, например, якобы неимоверными потерями ВСУ под Авдеевкой. И вот теперь свежая информация. Стало известно, что с начала года киевский режим потерял 5000 бойцов ВСУ только в Авдеевке. Да, потери, безусловно, есть. Но глупо кивать на кого-то, когда весь интернет забит видео с сожженными российскими колоннами. Российских штурмовиков Авдеевки иначе как суицидниками давно никто не называет. Да о чем вообще говорить, если даже звездные путинские военкоры признают, на одного погибшего украинского воина на Донецком направлении приходится 10 оккупантов. В самой Авдеевке городские бои, где противник уже не может нести потери 1 к 10, сидя в обороне. Но по телевизору о таком тишина. В России правда и так не нужна была перед выборами уже подавно. Пусть лучше уропатриоты о героических победах слушают. При этом ротовые победы выдумываются даже там, где российская армия выгребает месяцами. Например, в Крынках Херсонской области. А начнем мы программу с населенного пункта Крынки. Это туда вот уже который месяц подряд киевские режимы отправляют через Днепр на лодочках и катерках украинцев для похода на Крым. Вы видите сейчас эти лодочки, которые наши с воздуха расстреливают как в тире. Оказывается, украинские солдаты там и 5 минут не живут, а ходить приходится исключительно по трупам товарищей. Вот паренек достиг берега и идет по трупам тех, кто приехал сюда на Крынки только вчера. Этот украинский паренек прожил под Крынками 16 секунд. Всего 16 секунд, а дальше пуля и все. И такое происходит здесь каждый день и каждый час. А глубинный народ, конечно, слушает развесив уши. Шутка ли? Супер видеопруф имеется. Вот только потратив 30 секунд на поиск первоисточника, вы с легкостью обнаружите, что ноги у этого фейка растут у ипсошной группы. Холодный яр – обратная сторона. Мясорубка войны. Бой за наш опорник. Так уж повелось, что Гебня в Москве повадилась делать типа неофициальные группы бригад ВСУ. И именно через эти сливные бачки ежедневно разгоняются разного рода постановы. Вспомните шедевр, где некий Мэкола якобы побратимо искал, а в итоге наткнулся на черных трансплантологов. У вас тут скиф. Ну как, скиф, я знаю. Брау, бля, 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 бля. Скиф, где? Скиф, где это? Ну ты, бля, 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 бля. Это не что иное, как очередное творение кинокомпании «Новоросфильм». А стараются они ради того, чтобы перебить неудобную правду. Например, о том, что после мясных штурмов в Крынах во многих российских подразделениях в живых остается лишь несколько человек. Из роты из 86 человек на 7 человек вышло. Там Всевышний разрешил еще пожить. А потери в технике достигают 90%. Все бы было хорошо и нормально, но есть одни е**ты с нашей стороны, извините за мат, которые не учатся на ошибках и гонят технику в Крынке. Чтоб вы понимали, 90% техники, которая туда попадает, не возвращается. И чтоб подтвердить эти слова, россиян Украине не нужно напрягаться и снимать какие-то постановочные фейки. Контента настолько много, что его можно показывать часами. Например, вот так обычный дрон за несколько сотен баксов разбирает на атомы элитный российский танк в Крынках. А вот это уже свежий прилет по расположению живой силы оккупантов. После Бадабума на встречу с Владленом Татарским отправился не кто попало, а, пожалуй, самый известный оператор БПЛА во всей российской армии. На связи супруга Эдуарда, Моисея. Очень грустные новости. 19.01.2024 Моисея не стало. Ну же, РЕН-ТВ, как там дела с крынками? Но ответа, конечно, не будет. Да и смысл о каких-то чмонях вспоминать, когда вон новая сенсация у пропагандистов имеется. Помните удар кинжалами по Киеву сразу после Нового года? Так вот, братцы, там якобы сразу два патриота было уничтожено. Про ПВО попроще мы вообще молчим. Тактика комбинированного удара полностью себя оправдала. Российская армия добивает остатки украинской оборонки. По данным западных экспертов, гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уничтожены как минимум два американских комплекса «Патриот» и еще два взвода норвежских систем «Нейсамс». Это шесть пусковых установок. А с тем учетом, что еще два «Патриота» Шойгу якобы подбил в прошлом году? Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев поражен зенитно-ракетный комплекс «Патриот» производства США. Шойгу сообщил о ликвидации еще одной установки «Патриот» в Киеве. За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения. Поражен американский зенитно-ракетный комплекс «Патриот» в Киеве. А еще один комплекс языком пропагандистов подловили на железнодорожном вокзале Херсона. В ходе нашего удара по железнодорожному вокзалу в Херсоне мы накрыли эшелон с установкой «Патриот» и вместе с натовскими инструкторами. Количество уничтоженных «Патриотов» насчитывает пять единиц. И это при том, что Украина всего максимум три комплекса получила. То есть традиционно уничтожение идет с опережением графика, уничтожается даже то, чего нет. И вот посмотрите, друзья, эдакими темпами, да с такой информационной политикой, они скоро стелсы с рептилоидами начнут каждый день сбивать. Как говорится, что только не придумаешь, чтобы глубинный народ страной гордился и жил в полностью выдуманном манемирке, где санкции не работают. В многополярном мире перестает работать и такой инструмент международной политики, как санкции. Весь мир убедился в этом на примере России. Десятки пакетов разнообразных санкций, которые Запад чуть ли не ежедневно вводит против России, самой России вреда нанести так и не смогли. Не получается навредить нашей стране даже у ведущих экономик мира. А все враги трепещут и разбиты. Людям же на полном серьезе рассказывают, что самые разные страны, включая почему-то Саудовскую Аравию, вот-вот будут Украину между собой делить. Цифры подтверждают, что Зеленский уже бойко торгует родиной. Посмотрите на эти данные. Сельскохозяйственные земли Украины уже поделены между следующими странами. Французской компании «Агроженерасьон» принадлежит 120 тысяч гектаров украинской сельскохозяйственной земли. Компания «Юнайтед Фармерс Холдинг Кампани» Саудовской Аравии контролирует 33 тысячи гектаров. Американский фонд «НСЕЙЧ Кэпитал», начавший захват украинских земель еще в 1993-м, владеет 450 тысячами гектаров. Датская компания «Тригон Агри» контролирует 52 тысячи гектаров. И все это не считая вшорных компаний со скрытыми владельцами. Всего зарубежным хозяевам принадлежит уже свыше 2 миллионов гектаров сельскохозяйственной украинской земли. При этом авторы таких шедевров во время создания контента явно балуют себя лишним «Мистер Сидром». Ведь просто сказать, что в их творениях нет логики, это ничего не сказать. Понятно, почему Запад тратит столько денег на военную поддержку Киева. Чем скорее развалится украинское государство, тем быстрее новые владельцы получат полный доступ к своим украинским активам. То есть страны Запада дают Украине оружие, чтобы она скорее развалилась. Мы правильно понимаем? Ммм, гениально. Ну что тут скажешь? Ну гениально же. Может им попробовать тогда наоборот не давать оружие? Не давать боекомплект? Ну явно ж при таком раскладе Украине намного сложнее будет. Но пропагандисты плевать хотели на элементарную логику. Есть методичка, Украину все бросили, значит надо ее прокачивать. Вот только у нас для них плохие новости. Максимум, что в результате прокачивается, это и без того сожженная пропагандой мозги глубинного народа. А вот в Украине подобный контент смотрят как стендап-камеди. Поэтому знаете что? А пусть пишут еще. Ведь смех, как известно, продлевает жизнь. Ну что, друзья, начнем этот сюжет с очередной иллюстрации обыкновенного фашизма, а точнее расизма. Хотя какая разница? В общем, очередной эфир у Соловьева, где любительницы регулярно давать заднюю... Они не дадут заднюю, мы-то заднюю точно не дадим. Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Мы вот тогда дали заднюю, которая позволила им думать, что мы вообще-то заднюю даем. Решает порассуждать о том, как она будет перевоспитывать украинцев. Просто послушайте это сами и в процессе постарайтесь не запустить чем-то тяжелым в экран. Мы чего хотим от Украины? Хочется, чтобы все поняли, что нам не выжженная земля там нужна. У нас земли полно. Нам нужно спасти своих людей. Тех людей, которые остались там с промытыми мозгами, с душами, с заваленными этой грязью, которую набрасывал Киев на эти души десятилетиями. Мы эти души отмоем и очистим. Всем ясно, будет, дамочка, грязные души украинцев отмывать. А если кто не захочет пройти подобную процедуру, того, видимо, россияне убьют. Иначе как еще понимать вот это? Мы эти души отмоем и очистим. А кто не хочет идти мыться, тот грязнуля. А грязнулю, которая не захочет отмываться, будет ждать незавидная судьба. Здесь-то и возникает простой как дверь вопрос, а с чего она вообще решила, что вправе кого-то перевоспитывать. Потому что у России танков больше, серьезно. Не, Маргарита, это так не работает. В мировой истории уже было множество примеров отмывателей чужих душ. Одни для этого гулаги строили, а другие газовые камеры. И первые, и вторые закончили плохо. И что-то нам подсказывает, что современные любители делить людей на чистых и грязнуль. Их нужно отделять друг от друга. Грязнули тех, кто готов отмыться. Закончат примерно так же. Причем это касается как государств в целом, так и отдельных черноротых граждан. И здесь никаких угроз, просто наблюдение и не более того. Был уже, например, такой деятель, как Владлен Татарский. Любил тоже угрозами сыпать. Мечтал, как украинцы будут умирать во время так называемой спецоперации. Загнать их в каменный век. Они будут сидеть холодные, голодные, без свет. Пусть они дохнут просто все. И он ведь, как и Симоньян, думал, что боженьку за бороду поймал. А тут бац, и статуэтку красивую в подарок принесли. А остальные расисты, судя по черноротости, на чужих ошибках учиться не хотят. Хотя, прежде чем отмывать чужие души, для начала стоит как минимум начать с себя. Особенно, когда строят карьеру, поднимаясь вверх по трупам. И опять-таки, в наших словах нет никакой образности. Чтобы вот так вот умничать на всю страну. Мы эти души отмоем и очистим. А грязнулю, которая не захочет отмываться, будет ждать незавидная судьба. Симоньян пришлось долго делать самую грязную работу. Например, сознательно уменьшать число жертв в Беслане. Маргарита Симоньян скрывала на самом деле количество заложников в Беслане. Получила за этот орден. Или перед всем миром строить из себя дурочку, отмазывая наемных убийц. Вообще вся эта ситуация, это просто какое-то фантастично-фатальное совпадение. Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город. Суздари? Да. Он знаменит своим шпилем 123 метровым. Другими словами, такую грязнулю, как Маргарита, еще поискать надо. Поэтому, забрасывая бумеранг, хорошо бы помнить, что он имеет свойство не просто возвращаться, но и зачастую больно бить по голове. Хотя, опять-таки, за поребриком придумали себе, что ядерное оружие делает Россию непобедимой. Вы считаете, что вы реально нас можете победить? Каким образом вы собираетесь победить ядерную державу? Как? И это при том, что совершенно все ядерное оружие досталось Путину и компании как наследие Советского Союза. И как-то оно Красной Империи не очень помогло. Поэтому байки о том, что Россия не может проиграть, рассчитаны исключительно на самых глупых, что отмечают отдельно взятые эксперты. Тезис, что Россия не может проиграть, он не особо работает. И Российская империя проиграла, и Советский Союз проиграл. Ну, помните аналогию такую с лягушкой, да? Если ее бросить в кипящую воду, выпрыгнет. Если нагревать потихоньку, вот с точки зрения Запада лягушка, то есть Россия, варится. То есть НАТО спокойно варит лягушку на медленном огне, чтобы та вдруг не дернулась и не перевернула мировую кастрюлю? Вот сейчас она варится. Они дальше будут концентрировать. Дойдет ли это до крупномасштабного ядерного конфликта? Ну, сейчас трудно сказать. Может дойти, может дойти, но они рассчитывают, что, скорее всего, это не закончится на этом. То есть, скорее всего, им удастся внести раскол в российское общество. А потому вдвойне смешнее наблюдать, когда эта самая лягушка прямо из кастрюли громогласно кричит «Победа!» Шутка ли? Америка, оказывается, в следующем году гарантированно развалится. Это то, чего никак не могут понять на Украине. Соединенные Штаты – это сейчас Советский Союз образца 1989-1990 года. А следующий – 1991. А Украина уже сейчас превратилась в списанный проект. Как бы уже такое пришедшее осознание, что, ну, все, то есть, американцы их списали. Этот проект более неактуален. То есть, нравится вам, вот как мы его там формально, бюрократически закрываем, не нравится – это ваши проблемы. Все, проехали. И здесь было бы неплохо хоть какие-то аргументы привести. Все-таки взрослые дядьки в студии сидят. Но в том-то и проблема, что в России аргументы нафиг никому не нужны. Главный секрет успеха всей российской пропаганды – активно смешивать фантазии с лозунгами. И вот уже простые предвыборные разборки республиканцев и демократов в Техасе языком российских пропагандистов превращаются в новую гражданскую войну. Если 4, 5, 6 лет назад они говорили, что страна стоит на грани гражданской войны, то сейчас они говорят, сейчас американские аналитики, американские эксперты, американские политики говорят, один выстрел и будет Форт Санктер. Я напомню, что Форт Санктер – это уже после того, как возникла конфедерация Соединенных Штатов. Но именно с выстрела по Форту Санктер началась гражданская война. То есть, собственно, она перешла в горячую фазу. И уже даже интересно, кто первыми у ВСУ военную помощь попросит – демократы или конфедерация? В ближайшие месяцы понятно, что в Соединенных Штатах им будет просто ни до Украины, ни до Ближнего Востока, ни до Тайваня. Это не значит, что становится вообще их внешняя политика. Нет. С другой стороны, подобное умозаключение российских додиков несложно объяснить. Они вроде и жизнь прожили, но до сих пор не в курсе, что такое конкуренция на выборах. Когда от противостояния партии по принципиальным вопросам внутри страны искры летят. Ведь максимум конкуренции в России – это кто глубже лизнет царю. Сейчас у Мордана всем мастер-класс покажут. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что история про то, что президент как никогда близок к народу, она вот именно сейчас. Это и внимание фронту, и внимание того, что люди по горло просто сыты вот этими рожами. И когда эти рожи еще плюют в этот народ в условиях военного времени, президент, слава богу, это видит и за народ заступается. И, конечно, в голове у этого раба не укладывается мысль, как это какой-то губернатор смеет перечить большому начальнику. Да для России это алярм, ужас, гражданская война. То есть основной прокол днищной российской аналитики по Техасу – это как половина гражданской войны. Заключается в том, что россияне-то меряют по себе, а это глупо и наивно. Они же уже раз обожглись на «трам-пам-пам». Америка наша. Трам-пам-пам. Но, судя по всему, прыгать на старые грабли и мечтать о небесных кренделях – это российская народная забава. Кстати, раз уж заговорили о мечтах. Московские фойкометы, только чур громко не смеяться, помимо США, еще и в Украине гражданскую войну ртом организовали. Зеленский отправил залужного в отставку. Гамбит Зеленского. Залужный снят с должности. Вместо него назначен Буданов. В Киеве началась паника из-за увольнения залужного. Вы бы видели, какой переполох в Кукаречной начался после разноса фейка о якобы увольнении главкома залужного? Хотя, о чем это мы? Какое может быть увольнение, если Россия залужного языком давным-давно убила? Ну и прямо сейчас сенсация. Главком получил осколочное ранение в голову. Каким огурцом он выглядел? А как все лепили и залужного, и железного человека, и Бэтмена, и Наполеона в одном флаконе? А пойдешь ты? Нет теперь залужного. Видимо, залужный воскрес, пошел в отдел кадров, а там девочки долго крестились, не верили, вот и поползли слухи. Ну а если серьезно, россияне тему о якобы скандале Зеленского и залужного качают уже около года. Залужный вернулся в информационное пространство, можно даже сказать, ворвался, и вновь всплыли противоречия между залужным и Зеленским. Клан наркомана, ему противостоит клан алкоголика. Вот до чего дошла украинская государственность. Он слишком опасен становится для самого Зеленского и для его окружения. Слишком большой у него становится авторитет, слишком серьезная поддержка американцев. Вот и слишком высокие амбиции, то есть залужные не скрывают, что в принципе, если, как говорится, американская родина прикажет, то на Украине он готов стать кем угодно, даже президентом. И после каждого нового вброса на гора выдаются очешуительные сенсации. Ведь если вы не знали, друзья, на Киев уже несколько дней батальоны идут. Украинские колонны ВСУ выдвинулись с полевых лагерей в сторону Киева. Залужный анонсировал марш против наркомана. Колонны уже замечены в Полтавской, Черниговской, Черкасской и Киевской областях. И пишет об этом не кто попал, а суперпопулярный российский военкор. Но вот проходят сутки. Потом еще одни. И сейчас прям хочется уточнить, такая где обещанная революция? Может, бензин где-нибудь под Бойеркой у мятежников закончился? Но в том-то и дело, что современные зет-патриоты – это существа с памятью рыбок гуппи. Сегодня им обещают, ух, какую сенсацию! Украинские колонны ВСУ выдвинулись с полевых лагерей в сторону Киева. Залужный анонсировал марш против наркомана. И народ уропатриотически радуется и хлопает в ладоши. А завтра об обещаниях уже никто и не помнит, ведь головы холопов забиты новой лабудой. Например, боевыми стриптизершами, которые якобы помогают ТЦК мобилизировать наивных мужиков. Нашли креативное решение. Они наняли для раздачи повесток стриптизерш. Девушки появляются в военной форме под видом розыгрыша, якобы заказанного друзьями будущей жертвы. Вручают повестку, а следом возникает и реальный военком. То есть еще недавно пропагандисты активно разгоняли фейк о целых батальонах, составленных из представителей секс-индустрии. ТЦК мобилизовали вебкамщиц. В Виннице сотрудники ТЦК совместно с полицией накрыли вебкам-студию. К полуголым моделям зашли вооруженные люди в масках, после чего девушкам было предложено отдать долг родине на фронте или пойти по статье за изготовление порнографии. Но затхать россиян до смерти девчатам, видимо, не суждено. Ведь, согласно свежим темникам, вместо окопов тех же стриптизерш трудоустроили на полставки в ТЦК. Мы женщины, можем делать с мужчинами. Все, что хотим. Вот так вот пошел в стриптиз-клуб расслабиться, руки к понравившейся девушке потянул, а у нее в трусиках повестка лежит. И все, сидишь через пару дней в Авдеевке. Благо, добрые российские пропагандисты делятся со зрителями и гениальными идеями о том, как спастись от мобилизации. Оказывается, друзья, украинские мужики сейчас прям поголовно маски пенсионеров покупают. Из мобилизованного в старика с усами за несколько секунд украинцы придумали новый способ, как улизнуть от военкомов. В ход идут актерские маски, с помощью которых можно изменить не только внешность, но и гендер. Удовольствие, конечно, не дешевое, зато куда ни глянь, сплошные выгоды. Ты зашел в автобус, а тебе все место уступают. Бабуле, подкрасив губки, с пирожками в очередь становится, чтобы с таким подтянутым дедом дружить. Украинские мужчины как никогда мотивированы, изобретательны в способах уклонения от мобилизации. Вместо того, чтобы маски покупать, пускай заранее учат чистоту Волга 149-200. Ну а если говорить серьезно, то просто представьте себе, что творится в головах у россиян, которым подобную дичь трамбует в черепушку годами. Там даже не каша, там винегрет из ротовых побед, революции и условных стриптизерш с повестками. Собственно, именно поэтому Путин ежегодно тратит миллиарды бюджетных денег не на школы, не на больницы, а на пропаганду. Ведь винегрет в головах миллионов избавляет начальство от целой авоськи проблем. Например, необходимости отвечать за слова. Сегодня они говорят одно, завтра другое, а послезавтра третье. И в каждом из случаев обезумевшее стадо хлопает в ладоши и кричит «Браво!». Удобно? Да, конечно, удобно. И, кажется, не зря говорят, что если уже повезло Путину с чем-то, так это с народом. Свежий сюжет начнем с очень показательной, как нам кажется, истории последних дней. Вы, наверное, уже слышали, что в Таиланде по запросу России задержали злостных преступников и рецидивистов. Музыкальную группу Би-2. Музыканты группы Би-2 находятся в миграционной полиции Таиланда. В посте, опубликованном в Инстаграме, сообщается, что давление на музыкантов связано с их антивоенной позицией. Какие же преступления совершили музыканты, спросите вы. А мы ответим, просто-таки ужасные. Недавние кумиры миллионов россиян посмели не поддержать так называемую спецоперацию, а по факту убийство украинцев. И вы бы видели, какой переполох случился в путинской кукаречной, где все людоеды потирали ручки в ожидании расправы. Жирный – это Шура, а похожий на больного с туберкулезом – это Лёва. Они сидят в клетке, и какая перспектива? Перспектива у них самая мрачная. Перспектива быть погруженными в военно-транспортный самолет Российской Федерации и отправиться куда-нибудь, ну, допустим, в район Красноярска. Да, там если пролететь еще несколько тысяч километров в сторону Северного полюса, там где-то Колыма. Но это совсем уже, но это вот совсем лютая клюква. Но общую позицию уропатриотической публики выразил, наверное, все же депутат Луговой. По его мнению, именно такие особо опасные преступники, как Би-2, должны занять опустевшие камеры в российских тюрьмах. Я прекрасно вижу и знаю, что группу Би-2 во время специальной военной операции к моему глубокому разочарованию можно охарактеризовать только как подонки, уверен Луговой. Скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах усокамерников. Лично я бы с огромным удовольствием на это посмотрел. А в соседних корпусах при этом будут сидеть вот такие женщины. А то, ишь, чё вздумали, репостят страшные фейки о том, как российская армия убивает их родственников в Украине. 72-летней пенсионерке из Ростовской области дали 5,5 лет колонии за два антивоенных репоста ВКонтакте. Осужденная признала вину во всем, кроме мотива политической ненависти. Пенсионерка пояснила, что сделала репосты, так как ее брат в Днепре оказался под завалами обрушенного в результате российского ракетного удара здания. При этом совершенно очевидно, что брата этой женщины в Днепре убила именно российская ракета. То есть брат мертв, а его сестра сидит в тюрьме. За правду. Поводом для дела против Майбороды стали сделанные женщиной репосты о количестве погибших на войне в Украине российских военных и эмоциональный видеоролик. Нормальный такой, максимально справедливый русский мир, где ни в чем неповинных людей убивают или ломают им жизни. Зато маньяки, сатанисты и реальные людоеды спокойно себя разгуливают на свободе. Более того, являются фундаментом современной России. Вы же слышали, что Путин сказал? Путин уверен, что герои СВО должны стать основой государства российского. По мнению главы государства, люди, которые не жалея себя, прошли через горнила таких тяжелых испытаний во имя Родины, должны составлять основу России на среднесрочную и более отдаленную историческую перспективу. И пропагандисты Востанкина мигом понесли эту мысль в массы. Следующий этап, это как раз уже разговор не вот с этими по уехавшими так называемыми релакантами, артистами. Дальше нужно разговаривать с бизнесом, потому что они завоют и сразу переобуются именно в тот момент, когда крупный капитал перестанет спонсировать эту шваль. Но то, что уже сейчас президент дает сигнал, вот это не элита. Элита – это те, кто на фронте. Элита – это те, кто помогает фронту. А миллионы россиян слушали и хлопали в ладоши. И это при том, что еще совсем недавно ровно эти же типа херои СВО в своих городах и селах считались отбросами и изгоями. Возьмем, например, жителей Ярославля, которые сейчас вместе со всей Россией ежедневно слушают байки о священной войне с сатанистами. Ребята вошли на позиции и нашли там сатанинское капище. Вот прям настоящие капища, алтарь сатаны. Мы реально воюем с сатаной. А сатана лукав-то и силен. Я все спрашиваю, а чего же вы там еще не разобрались? Да потому что мы не с СВО воюем. Мы воюем действительно даже уже не с НАТО. Мы воюем с глобальной силой, которая выбрала себе в качестве ценности сатанизм. Вот только по удивительному стечению обстоятельств, ставшие знаменитыми на всю страну ярославские сатанисты, не просто оказались именно в российской армии, но и стали героями так называемой СВО, Путин уже помиловал одного из членов кровавой банды. Владимир Путин помиловал уроженца Ярославля Николая Оглобляка, лидера сатанинской секты, который должен был сидеть до 30-го года за то, что убивал, расчленял и ел органы у подростков. И это при том, что именно этот херой нашего времени непосредственно виновен в убийствах российских же детей и подростков во время жертвоприношений сатане. И здесь не нужно много говорить. Лучше мы вам старые сюжеты федеральных каналов по этой теме покажем. Это зверское убийство потрясло всю страну. В Ярославле несколько подростков принесено в жертву сатане. Все начинается в 2006 году. Приятели баранов, оголобяк и частяков договариваются о создании секты «Клан сатанистов». Все трое живо интересуются подробностями поклонения дьяволу. Необходимые условия для вступления в секту – убийство любого живого существа, принесение его в жертву сатане и отречение от Бога. Как вы уже поняли, все начиналось с ритуальных убийств животных. Сатанисты отрезали головы котам и собакам. Ну, прям как Алексей Мельчаков, только в Ярославле. При этом со временем убийств животных маньякам показалось мало, и тогда они без тени сомнения переключились на людей. Первыми жертвами банды сатанистов стали местные девочки-подростки. 28 июня 2008 года они пригласили на квартиру Олю Пухову и Аню Горохову. Сатанисты выстроились определенным образом – пиктограммой, а в центре нее разожгли костер. По условному сигналу набросились на жертв и закололи кинжалами. С помощью мачете обезглавили тела и начали фотографироваться с отрубленными головами на телефон. Казалось бы, после такого трэша даже с майонезом вместо мозга в голове хорошо бы залечь на дно. Но сатанисты из Ярославля были уверены в своей безнаказанности, поэтому вслед за двойным убийством случается еще одно. Андрею Сорокину наносится 666 число зверя ударов ножом. Плынувшей кровью обмазывают новенькую. Это инициация Неофита. Изуродованные тела жертв силовики найдут лишь спустя несколько месяцев. Зрелище шокировало даже опытных следователей. Трех девочек и мальчика вынимают из земли частями – руки, головы и ноги. Вскрытые грудные клетки, вырезанные сердца, снятые скальпы, отрезанные груди и половые органы. Кроме того, выяснилось, что, помимо всего прочего, будущие герои СВО занимались еще и каннибализмом. Кострища уже не видно, но сатанисты на суде признаются. Они поджаривали на огне части тел и ели их. В ходе расследования вскрываются и другие факты. Члены секты признаются в трупоедстве и участии в погроме на старейшем кладбище Ярославля Леонтьевском. Родители жертв были готовы разорвать сатанистов, и тогда от самосуда их спасло лишь чудо. Так нельзя, конечно, говорить, но единственное, чтобы они были прокляты, все прокляты. Мне не жалко их, потому что они не пожалели ни моего ребенка, ни девочек не пожалели, ни нас, родителей, не пожалели. Могла ли эта женщина подумать, что убийца ее ребенка через некоторое время станет героем России и будет гордо разгуливать на свободе? Николай отправился на фронт в Украине, там был ранен, теперь снова в России, помиловал на свободе. Да, конечно, нет. Но в путинском неорейхе, кажется, сознательно подменяют местами добро и зло. За репост правды – тюрягу. За убийство и трупоедство – герой. Причем еще раз, когда мы говорим страшные слова типа трупоедства, это не только отсылка к уже упомянутым ярославским сатанистам. Потому как любовь к употреблению в пищу мясо убитых людей стала топовой фишкой многих героев СВО. Вот еще один потенциальный герой войны – Денис Горин. Свой первый срок за убийство он получил в 2003 году. Он сидел и вышел досрочно. В 2010-м убил человека в результате пьяной ссоры, срезал мясо с трупой, впоследствии его съел. Было установлено, что у мужчины срезаны мягкие части тела, а также отрезаны уши. Вот это, например, еще один помилованный Путиным участник вторжения в Украину. Впрочем, имя Дениса Горина было на слуху еще задолго до войны. Да что там, будущему герою даже документальные фильмы посвящали. Правда, будущего героя в них представляли в качестве одного из самых страшных маньяков всего Дальнего Востока. Поговаривали, что Горина сдал знакомый, когда людоед угостил его подозрительным мясом. Якобы гость обнаружил на одном из кусков лоскут кожи, человеческой кожи с татуировкой. Все началось с того, что на Сахалине начали массово пропадать люди. Места там суровые, вместо следователя и полиции один участковый на целый район. Долгое время считалось, что пропавшие утонули, ну или стали жертвами диких животных. Пока однажды местные рыбаки случайно не нашли человеческие кости. На берегу Невского залива в районе мыса Конобеева сахалинские рыбаки обнаружили человеческие кости. Череп, таз, позвоночник и левую ногу. С этой поразительной находки началась история, которая будет на слуху почти у каждого островитянина и даже обрастет мифами. Приехавшие на помощь силовики достаточно быстро раскрыли дело, но были шокированы открывшимися подробностями. Местные братья не просто зверски убивали людей, но и употребляли их в пищу. Горин бил молодого человека ногами по голове, пинал его и топтал. Затем сходил домой, взял штык-нож, вернулся и продолжил наносить удары. Только уже лезвием. В эту ночь он вернется домой еще раз, за другим ножом. Кухонным. Им он срежет жертвы мышцы и уши, которые потом пожарит и съест. Причем какого-либо повода для расправы каннибалам было не нужно. Кого-то убивали за косой взгляд в магазине, других за неудачно брошенное слово. Более того, если обидчиков на месте не оказывалось, то убивали их родственников или знакомых. Племянник Евгения и Дениса Гориных повздорил с одним из местных жителей. Братья решили разобраться с обидчиком. Пришли к нему домой, но обнаружили там только его знакомого. Братья решили выместить злость на нем. Они избивали мужчину сначала в квартире, а потом во дворе. Затем потащили его к реке Людога, младший Горин, и перерезал ему горло. А трупы братья избавились вместе. Закопали на берегу реки в Ил. Рассказывать о похождениях серийных убийц из Сахалина можно до завтра. Но чтобы вы понимали, теперь это уважаемые люди. Того, глядя в школах, детям и внукам убитых будут уроки мужества преподавать. Участник СВО провел урок мужества в родной школе. А еще на уроки мужества в школу обязательно должны пригласить вот этого героя России из села Лопатина. Там он, конечно, будет рассказывать байки о войне. Но лично мы бы предпочли, чтобы Иван Карымов поведал школьникам, как зверски убил девятилетнего ребенка. Ведь какой же херой СВО без убийства детей? Пять лет назад в деревне Лопатина в Березовском районе произошло чудовищное убийство девятилетнего ребенка. Тело второклассника нашли в лесу рядом с деревней. Оно было изуродовано. Отец мальчика рассказывал, что сына ему пришлось хоронить в закрытом гробу, потому что на месте головы и шеи у него был муляж из бинта. Смотреть на это было просто невыносимо. Тело малыша было настолько изуродовано, что хоронить его пришлось в закрытом гробу. А теперь бабушка и папа убитого Кирилла вынуждены смотреть, как убийца их ребенка гордо разгуливает по селу. Ну а почему нет? Он же героем вернулся. Когда осужденному по статье убийства исполнилось 18 лет, его перевели из воспитательной колонии в исправительную. Ему оставалось отсидеть еще три года, но он заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и уехал на спецоперацию. А недавно вернулся. Перед законом он теперь чист. Судимость снята. Более того, вернувшийся с войны детоубийца стал героем всех местных СМИ. У него интервью берут. Пацан даже лица не прячет. Иван Карымов рассказал, что хочет жить обычной жизнью и работать в охране, чтобы защищать людей. Вот они, новые герои страны. Элита, ёпта! И подобные примеры мы можем приводить хоть до завтра. Но главное, главное здесь все же в другом. Теперь вы понимаете, друзья, откуда ноги растут у трагедии типа Бучи? Откуда тысячи гражданских жертв, замученные и изнасилованные дети? Откуда Мариуполь? Вокзал в Краматорске. Село Гроза. Есть семья Пантелеевых. Загинула и мама, и тато. И бабуся, и дедусь. И четверо детей. Я сегодня ночевала у них. Они тетя Оля. А я не знаю, что им сказать. Да как раз от такой кадровой политики Кремля, наполнившей ради локальных побед свою позорную армию, реальными маньяками и палачами. И до чего же жалкими в этом свете выглядят пропагандисты, которые пробуют лепить из серийных убийц невинных мальчиков в трусиках? Ну я знаю, ни один пункт Женевской конвенции нарушен не будет. А если, не дай бог, такое произойдет, то разбирательство будет здесь и наказание будет здесь. Это и есть наши русские воины. Это и есть наши бойцы, наши защитники. Наша гордость, соль нашей земли. Кто там о конвенциях думает, а Витязева, сатанисты из Ярославля, расчленившие школьников, или, может, братья-каннибалы из Сахалина? Ну а подонок, убившие пацана в Красноярском крае, это явно носитель духовных скреп. Никакой бучи, никакие русские никогда не устраивали. Это не в коде русского солдата. Это не в коде православного человека. Русский солдат себя так не ведет. Никогда. А еще среди героев СВО есть убийцы ветеранов, насильники женщин. Три месяца на войне вместо 24 лет в тюрьме. Житель Владивостока Георгий Павилайко, осужденный за убийство и изнасилование матери двух детей, был помилован Путиным. Я подъехал, ворота приоткрыты. Я понимаю, что-то не то, и машины нет. Открываю и вижу ее. Лежит на животе, без нижнего белья. Было видно, что ее анально изнасиловали. Кал, все в крови, вся в гематомах, синяках, волосы вырваны, там просто. По экспертизе он ей даже зубы повыбивал. Ммм, большое будущее, наверное, ждет путинскую Россию с такими героями. Впрочем, какая страна такая и элитка. Ну а наша с вами задача, друзья, всеми силами помогать ВСУ, чтобы поскорее отправить подобную нечисть в ад. И это, кстати, облегчит жизни простым россиянам, которые уже заныли от соседства с вернувшимися домой псевдогероями. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб канале, а также на патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!